О, Господи, как светло! Девчонки, всем привет! Вы уж меня простите, дорогие мои, но я, как старый Акын, сегодня опять буду про косметику. Я понимаю, что вам хочется уже задушить, наверное, каждого, кто говорит хоть что-то про Черную Пятницу, но просто скидки реально везде огромные. Я очень дружу с сайтом Look Fantastic, поэтому помимо общей скидки, которые есть на самом сайте, у вас есть мой промокод, он написан внизу, и мой промокод суммируется с теми огромными скидками, которые и так есть на Look Fantastic сейчас. Так что ваша скидка на некоторые позиции может быть там до 70%. Я сегодня буду просто вот хвалиться, хвалиться тем, что у меня здесь есть, потому что здесь и новинки, и те долгожданные вещи, которые я очень-очень хотела попробовать. Что-то еще у меня не открыто, но покажу вам, может быть, вы мне расскажете, может быть, вы уже успели такое попробовать. Первое, самое дорогое и самое необъяснимо прекрасное. На Look Fantastic есть вот такие, скажем, предновогодние наборы, где продукты Lemis выходят просто с огромной скидкой. Кто следит за моими пустыми баночками, знают, что у меня закончился крем от Lemis Pro Collagen Marine Cream. Вот он, новая банка! Фантастический крем, увлажняющий, он с антиэйдж эффектом, но я бы сказала, это такой, знаете, легкий антиэйдж, который сейчас даже немножко принято называть таким пред-антиэйдж, то есть если, условно, вы этот крем купите или подарите человеку, которому 55+, человек никогда не ходил к косметологу на массажи, чистки и так далее, то сильный залом этот крем не уберет. Но крем работает с текстурой кожи, он ее в хорошем плане уплотняет. Но это еще не все, потому что в этом наборчике есть вот такая скрытая малышка. Здесь находится тот крем, ну-ка вылезай, который я мечтала попробовать после того, как я открыла для себя Lemis. Это ночная версия Pro Collagen Oxygen Night Cream. На него тоже фантастические отзывы. В общем, я вот эту парочку оставлю себе на новогодние каникулы. И вот просто 31 декабря, когда я буду смывать с себя новогодний макияж, я проведу первые дни 2021 года с этой компашкой. Идеально подойдет нормальной коже, идеально подойдет к коже, склонной к сухости. И на зиму хорошо подойдет тем, у кого комбинированная кожа, но будьте готовы к тому, что может возникать дополнительная жирность, потому что крем очень-очень хорошо питает. Совершеннейшим открытием для меня стал бренд, который называется Peter Thomas Roth. Этот бренд производится, насколько я понимаю, в США, в Нью-Йорке, но, скажем так, история этого бренда, это такая венгерская космоцевтика. Я взяла новинку Vitalie Microbiome Age Defense Eye Cream. Мне понравилось, что на третьем месте здесь находится Димитикон. Тут в меня летят экологические стрелы, и мне говорят некоторые из вас, силиконы в креме! Какой кошмар, Вероника! Моя комбинированная кожа просто идеально дружит с силиконами. Я могу использовать на себе только силиконистые продукты. Если на первых местах стоят всякие там полезные масла или жирные спирты, всё становится слишком плохо. Это вот такая красивая розовая баночка. Крем представляет собой такой как бы взбитый плотный баттер. То есть вот, вы можете сделать вот так, и он не высыпается из баночки. Набирать его можно либо шпателем, либо ногтем. И когда ты наносишь этот продукт на кожу под глазами, у крема практически нет отдушки. Это плюс. Он просто тает на коже, как какое-то сливочное мороженое. Эффект, знаете, как будто бы вы в хорошем плане нанесли праймер для макияжа. То есть за счет силиконов кожа очень быстро разглаживается, появляется очень деликатное сияние. Потому что зачастую вот эти жирные кремы для глаз дают такую жирную отпечатывающуюся подушку. И здесь такого эффекта нет. Крем впитывается мгновенно, выравнивает кожу, хорошо увлажняет. И вроде бы на этом уже можно было бы остановиться. Но как он прекрасно подтянул мою кожу. Как он распахнул глаза. Как он убрал мелкоморщинистую сетку, которая у меня была. Я им пользуюсь примерно неделю. Кто-то может сказать, что неделя это маленький срок для крема. Но если мы говорим о стандартном увлажняющем креме с намеком на антиэйдж, то недели достаточно. И я могу сказать, что это оно. Я в полнейшем в восторге. Девочки, кто вот мается и не может найти себе нормальный крем для глаз, чтобы он убирал сухость, морщинки, но при этом не был вот этим жирным блином. Моя супер строгая рекомендация. Просто, ну, любовь, любовь, любовь. Питер Томас Рот, ты молодец. Еще один продукт от этого же бренда, который я пока не успела открыть, это Пептид 21 Амино Эссен Эксфолиэтинг Пил Пэтс. В общем, это пилинг диски кислотные. По сути, это такой тоник готовый для ленивых. Уже все замешано. Вам осталось только взять салфеточку и нанести на лицо. Также здесь есть салициловая кислота. Соответственно, эта штука хорошо подойдет обладательницам комбинированной кожи. Начинать нужно с одного раза в неделю. Наносите на лицо, держите три минуты и смываете. В общем, это какая-то мощная штука, но расскажу вам попозже, когда вот уже попользуюсь. Что же эта штука сделала с моим лицом? Но, глядя на то, как работает крем для глаз, я уверена, что это что-то мощное и крутое. Следующий продукт я бы отнесла к категории роскошь бутиков. Я прекрасно понимаю, что тоник для лица не должен стоить 3000 рублей. Вы знаете, я уже давно поняла, что это гиблое дело оценивать косметику по тому, сколько она стоит и кто ее купит. Потому что, если даже посмотреть на нашу Россиюшку любимую, люди в нашей стране зарабатывают такие разные деньги. То есть, даже условно в одном подъезде могут жить люди, которые зарабатывают просто диаметрально противоположные деньги. Поэтому к каждому бренду найдется свой покупатель. Вот так вот я хочу предоставить вашему вниманию вот это произведение искусства от бренда Byte Ream. Ну, это, это просто вау, вау, вау. Я, как человек, который недавно закончил дорогущий тоник от Сенбас, который стоит за небольшую баночку, там, типа, 2500 рублей, я ждала, ждала, что может меня впечатлить настолько сильно. Это оно. Ну, в общем, лепестки роз, все красиво. Бьюти тонер, роза, какой это аромат. Я, честно, я не знаю, как это комментировать. Это настолько восторг от использования. Это настолько дорогущие диоровские сады. Это настолько я люблю себя до слез, что я даже не буду вам сейчас тут описывать ингредиенты. Я не буду рассказывать вам о том, что кожа после применения этого средства бархатейшая, увлажненнейшая, сияющая и нежирная, и прекрасная. Это взрывает мозг. Я не знаю. Это настолько волшебно. Я в Байтери лишил меня дары речи. Следующий продукт, который не лишил меня дары речи, и это даже хорошо, это вот такие капсулы с керамидами. Они же церамиды от Элизабет Орден. Это вот такая небольшая баночка. И здесь находятся реально такие маслянистые ампулы. Самые шикарные это ампулы с ретинолом. Но я решила начать с чего-то полегче, поэтому я выбрала ампулы с керамидами и с гиалуроновой кислотой. Увлажнение, плампинг, господи, как это перевести на русский, все время забываю. Не то чтобы подтяжка, а такая как будто бы дополнительная упругость. Взяла я к себе специально на зиму. Вообще керамиды это та вещь, которая нужна практически любому типу кожи. Даже если ваша кожа жирная, потому что зачастую жирная кожа в отопительный сезон, в холодный период за окном начинает излишне как бы жирниться. Появляется та самая обезвоженность, нарушается микробиом кожи. В общем керамиды нам очень-очень важны. Это те самые связующие элементы, которые умеют удерживать влагу. То есть мы уже все с вами выучили, как отче наш, что если у вас сухая кожа, вам показана гиалуроновая кислота. Но гиалуроновая кислота заходит в кожу и точно так же быстро из нее вылезает. То есть не хватает вот этих вот запечатывающих, связующих, все увлажняющие частиц. Я попробовала пока буквально две капсулы. Ощущения были приятные. Я очень боялась, что я с утра проснусь такой типичной жирной кожей, потому что в составе на первом месте силикон, дальше три глицериды, ну и соответственно дальше опять всякие там силиконы. И уже только потом идут церамида, керамида. Но это правильно, поймите. Сейчас знаете, каждый суслик агроном, люди начинают лезть в банку с кремом и такие, ой, на первом месте вода, потом глицерин, а наша гиалуроновая кислота только в конце. Но в любом креме, в любом продукте гиалуроновая кислота может содержаться там буквально всего 1%. Поэтому вот эти все корейские штуки, типа 99% содержания гиалуроновой кислоты, это не значит, что в сыворотке сплошная гиалуронка. Но это тема для отдельного разговора. В общем, капсулы прекрасные, 30+, показано всем, даже если у вас жирная кожа. Если кожа сухая, можно делать хоть каждый день курсом. Чем кожа жирнее, тем реже делаете. Но это отлично работает с микробиомом, это отлично снимает обезвоженность. Следующая вещь, долго останавливаться не буду, это то, что я еще не успела попробовать. Это новинка от Дермалоджика. Дермалоджика, это очень круто. Они выпускают продукты редко, но метко. В общем, у них вышла гидромаска, эксфолирующая. Я пока что посмотрела только отзывы на ютюбе, результаты внушительные. В общем, это должна быть маска, которая создает на лице, знаете, такой, ну, отчасти пузырьковый эффект. Вот как а-ля пузырьковая маска. Но обычно наносишь пузырьковую маску, да, и у тебя прям лицо все в таких пузыриках. Здесь эти пузырьки какие-то микромалышариковские, вот, но при этом здесь есть вещества, которые именно очень хорошо эксфолируют кожу. Опять-таки попробую, расскажу, пока что нечего. Следующий продукт я попробовала, видите, я стараюсь чередовать то, что пробовала или нет. Это новинка от бренда Нюкс, или Нюкс, по-моему, это называется так. Био-органик, это их линейка такая, знаете, ну, сейчас каждый, мне кажется, бренд пытается выпускать все максимально органическое, из максимально переработанного. Как видите, коробочка здесь такая незамысловатая, но она потому что уже из переработанных материалов. И, в принципе, оно и хорошо, зачем нам коробка из чистого дерева, да, вот. Ну, пускай уже будет из чего-то переработанного, мне от этого только, честно говоря, приятно. Фрут Стоун Паудер, очищающая микроэксфилирующая маска. Что могу сказать? С одной стороны, это такой крем, в котором есть небольшое количество скрабирующих чистей. Не буду врать, то ли миндаль, то ли абрикосовые косточки. В общем, это одновременно и механическое, и химическое очищение кожи, да. Но, использовав эту маску, я бы сказала, что скрабирующих частичек здесь настолько мало, что все-таки большую часть работы выполняет именно химическая составляющая маски. Потому что сейчас многие люди вообще в целом скрабы обходят стороной. И если уж они используют скрабы, они стараются использовать скрабы не на основе натуральных частиц. Потому что раздробленные натуральные частицы имеют царапающую форму. А если в скрабе содержатся искусственные частички, то они круглые, они как бы не царапают. Ну, это, знаете, это тоже так все очень абстрактно. Скажу я вам так. Те, кто пользовались скрабом от чистой линии за 50 рублей, для них все остальное на свете это не скраб. В общем, неплохое очищение. Не скажу, что вау. То есть здесь нет такого эффекта, как даже при использовании масок от Glam Glow. Маска Glam Glow стоит страшных денег. Наносишь на лицо и сидишь такая, вау, я готова платить за это деньги. Здесь очищение очень мягкое, очень нежное, но при этом оно не пересушивает кожу. Черные точки за раз не убирает, но хорошо полирует, хорошо убирает излишнюю жирность, при этом не пересушивает. В целом очень даже неплохо. Ну и последняя вещь, последний бренд, который я очень хотела на себе попробовать, это бренд Aurelia, пробиотик Skincare. И он шикарнейшим образом представлен на Look Fantastic. Я взяла себе продукт и сама не знаю, то ли я немножко перепутала, но с другой стороны, как бы окей, это масло для лица. Вообще, как бы комбинированная жирная кожа и масло для лица, они не очень хорошие друзья. Но бренд Aurelia, это достаточно дорогой уход, но он настолько супер-пупер натуральный, построенный на эфирных маслах, что все любители всего натурального его знают и обожают. Единственное, что я от себя хочу отметить, если вы человек аллергичный и такой аллергенный ко всему, то я бы с сомнением отнеслась, потому что здесь натуральнейшие эфирные масла Нерали, лаванды, розы, мандарина. Соответственно, вы можете среагировать. Но если у вас никаких вот таких неприятных реакций на эфиры не случается, то почему нет? Состав на и шикарнейший. База из масла сладкого миндаля, дальше масло хэмп, это конопляное масло. Уит. Что такое уит? Сейчас даже прочитаю. Масло пшеницы, оливковое масло, масло какого-то монго-нго, что такое монго-нго, я не знаю. Watermelon seed oil, в общем, масло даже арбуза, масло грейпфрута. Вы простите, что я так странно читаю, я просто перевожу с международного названия. Масло baobaba, африканское какое-то масло, sunflower, но это подсолнечное масло, гибискус, экстракт гибискуса, orange flower, апельсиновое масло, мандариновое масло, лавандовое масло, роза, витамин Е. Ну и немножечко здесь есть компонентов, которые улучшают аромат всей этой смеси. Это вот такая маленькая бутылочка. Масло безумно текучее, то есть вы достаете его из упаковки, и оно прям вот даже можно не капать, а оно уже вытекает. Масло имеет безумно легкую текстуру. Это запах богатой жизни, не иначе. Хочется закрыть глаза и делать просто такая концентрация работающих масел в одном продукте, она просто не может не сработать. Я масло использовала уже три раза, но не три ночи подряд, а зная свою на все жирное реагирующую кожу, я использую ее раз в парочку, раз в троечку дней, но я не могу остановиться, и если я не наношу его на лицо, я его наношу вот так по капелюшечке на руки. Дарит наимягчающую кожу, увлажняет, питает, дает такое красивое, нежирное сияние. Вы знаете, что удивительно? Вот, да, одни сплошные масла, но эти масла дают на моем лице гораздо меньше неприятного блеска и жирности, чем какой-нибудь условный крем, который я в последнее время просто вычищаю из себя, потому что надоело ходить с этим жирным лицом. Фантастическая штука! Запах в первые минуты прям даже, я бы сказала, резкий, но минут через 5-10 он выветривается и оставляет вот такой легкий флер. Я не могу описать этот запах. Здесь есть все те масла, которые я вот сегодня вам описала, но общая база, я бы сказала, что это, наверное, лаванда, перемешанная с розой. Ну, фантастика! Вот прям, я не знаю, вот это просто нужно попробовать всем моим подписчицам, потому что это восторг! Кстати, на Look Fantastic есть классные наборы, где средства стоят прям, ну, максимально комфортно, то есть легко можно себе купить. Очень советую! Ну и плюс, обратите внимание, буквально одна капелька, да, средство не бюджетное, но расход у него не такой большой, как у неких других продуктов. Девчонки, очень рада была снять для вас это видео, я прям кайфанула. Я знаю, что немногим из вас нравится тема косметики, я знаю, что многие из вас вообще просто там покупают себе косметику, проходя мимо пола какого-то гипермаркета, им эта тема просто неинтересна, и я вас очень сильно в этом понимаю. Мне, например, так неинтересны всякие детские штуки, всякие детские развивашки, я каждый раз стою с таким лицом, сколько денег нужно заплатить, чтобы с меня сняли эту обязанность. И это не хорошо и не плохо, мы с вами все разные, это видео посвящено вот таким же сумасшедшим бьюти-маньякам, как я. Не забывайте поставить лайк, если это видео было для вас полезным. И, конечно же, пользуйтесь промокодом, он подописан под видео. Все, я не знаю, какую конкретно скидку он будет давать, и я не уверена, что на каждый продукт эта скидка будет работать, но из того, что я видела, там что-то больше 10 тысяч средств с этим промокодом может сработать. Так что попробуйте, накидайте в корзину, что вам понравится, и желаю вам приятных покупок. Давайте, хватит экономить на себе, жизнь одна. Ну ах! Все, я пошла кидать себе корзину на лукфантастику, плечо-нибудь из Аурели. Целую, обнимаю, обожаю. Пока-пока!